Они пришли играть, но мы не делали. Мы должны делать лучше, как команда. Это было, как мы сегодня очень устали. Они были очень много дней, и это показалось, потому что они пришли и играли тяжело с начала до конца. Мы просто не делали сегодня. Сегодня был не наш день. К сожалению, у нас было очень мало дней на подготовку. У этой команды было больше дней на подготовку. Мы сегодня выглядели очень усталыми. Игра на сегодня не пошла. Не играли сегодня как команда, к сожалению. И из-за этого такой большой счет. Хочу поздравить команду болельщиков с первой победой в плей-оффе. Мы настраивались на плей-офф, готовились к Одессе. Теоретически они должны были с нами попадать. И мы готовились на Одессу непосредственно. Ну, показали, навязали жесткую борьбу. Навязали жесткий прессинг. От этого пошли плоды. Мы перехватили много мячей. Убежали несколько раз. Готовились что-нибудь зоной играть. Готовились. Оно видно, что мы против зоны хорошо сегодня отыграли. Вот. Но поедем в Одессу. И там будет вторая игра ответная. Я думаю, что такой легкой прогулки не будет, как сегодня. Так сказать. Но хотя все равно она не легкая была. Мы старались. До последнего играли. Для наших болельщиков. Мы должны сохранять всегда хорошую игру. Спасибо им за поддержку. И будем настраиваться на вторую игру. На ответную в Одессе. И надеюсь, что все будет хорошо. Ну, ребята. Первое. И самое главное. Просто потерялся спортивный принцип. У нас два или три дня было на подготовке. То есть мы второго числа играли игру. И я приношу извинения. Но то, что от нас зависело. Просто люди физически и эмоционально не успели восстановиться. То есть это основная и главная причина. Мы достукивались. Не могли достучаться до ребят, но когда нет физического состояния и эмоционального. То есть малое количество времени на подготовку в плей-офф. Поэтому это основная и главная причина. На домашнюю игру тоже будет мало подготовки? Мы уже будем чем-то... Мало будет подготовки. Но будем что есть, то есть. Поэтому эти травмы пошли сегодня. И просто не успели люди восстановиться. Поэтому весь баскетбол закончился. Просто когда люди приезжают неподготовленные по временному фактору, мы просто не успели их даже подготовить. Я имею в виду физически и эмоционально. И поэтому эти цифры это следствие того, что сегодня происходило на площадке. Болельщиков с победой. Плей-офф это совсем другие игры. Это чемпионаты. Здесь на первое место выходит психология. Где-то психология победителя, где-то психология человека, который не уступит никакой ситуации. Я рад, что ребята внимательно меня слушали и сегодня воплотили всю жизнь. У нас было определенное преимущество. Мы имели недельный запас. Еще раз хочу поблагодарить руководство Волыни, которое предоставило нам перенос и вот эту возможность подготовиться. Мы сегодня выглядели получше, чем в последних двух играх. И это благодаря тому, что как раз мы мало того, что восстановили кондиции, мы где-то нарастили свой физик. Что касается бипы, мы к ней начали готовиться две с половиной недели назад. Да, были варианты, да, были какие-то эти самые, но получилось так, как мы ожидали. Многое сегодня получилось, но однозначно не обольщаемся, понимая о том, что здесь разницы не имеет значения. Не имеет значения только победа. Я прекрасно понимаю, об этом говорил сейчас в раздевалке, что игра в Одессе будет совсем не похожа на ту, которая есть сейчас. И если мы дадим хоть какую-то малейшую слабинку, то все может перевернуться с ног на голову. В игре в плей-офф, как и в карточной игре, надо брать свои взятки. Мы свою взятку взяли, надеюсь, что за такой же едим в Одессе. Расслабляться не собираемся, собираемся радовать болельщиков дальше. Спасибо за поддержку. Спасибо.